Ну, Никита, пока мы заговариваем с игроками, расскажи, пожалуйста, в целом о ходе матча, о вытечении своих ожиданиях и о конечном результате. В общем-то, счет на табло 8-4 по игре ли это? Ну, начнем с того, что Станислав, собственно, предсказывал именно такой счет. Также он говорил, что он будет считать подобный исход матча премьерным для себя. В принципе, конечно, мне кажется, это не совсем правильный подход. Если что, играешь матч, надо попытаться его выиграть. Но, с другой стороны, понятно, что, ну, в принципе, Владислав очень силен. Может быть, на данный момент он просто немного более сильный шахматист, немного более сильный блюцор. Поэтому чего-то такого я и ожидал. Ну, но все-таки, опять же, если сравнивать то, что мы имели на самом деле с ожиданиями, была надежда, что одержит Стас несколько побед позиция, которая никак не связана с острой нехваткой времени у обоих соперников, а вот именно каким-то образом пересчитает. Но, к сожалению, такого мы практически не видели. То есть, единственный раз это случилось во второй партии, когда действительно чуть-чуть пересчитал Стас, взял вот эту пешку на Е5, а оказалось, что хода конь Д5 у белых нет. А, в принципе, по игре и по качеству исполняемых ходов Влад был повыше в этом матче и закономерно победил, с чем мы его и поздравляем. Так, ну вот у нас сейчас Стас Богданович присоединится к нашему эфиру, поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, я думаю, вы можете задать нам Кики. Ну и я добавляю Станислава к нам. Алло, Стас, привет. Так, Никита. Стас пока вроде как не добавился еще. Так. Стас нас видел. Так, Стас, ты нас видишь. Стас, привет. Алло. Да, да. Спасибо за интересное зрелище. Да, спасибо вам за интересный стрим. Я, кстати, играл, слушал. Так, Стас, пожалуйста, выключи стрим. По-моему, у нас эхо какое-то есть, у переема, в таком случае. Алло. Алло, так хорошо слышно? Да, да, вполне. Все отлично. Возникать вопрос не стало для этого причиной поражения. Может быть, не стоило слушать стрим? Да нет. Ну, я в любом случае в этом матче ни на что не надеялся. Собственно, я уже высказал мысль о том, что здесь силы попросту неравны. В реале было бы еще интересно побороться. Я в реале играю как-то явно получше. А здесь, ну, собственно, я вот перед матчем сказал, что я наберу 4 очка из 12. Вот. И у меня есть такая фишка называть себя лучшим прогнозистом. Я многие прогнозы выиграл. Вот. И сейчас я попал точно в цель и рад этому. Я думаю, нет, или явилось следствием того, что в последней партии, там, скажите, совсем пешком уронить флаг. Да, ну вот я даже как-то засмеялся после этого, что действительно так все совпало, что я еще и умудрился флаг. Ну да, конечно, не выиграть эту партию, это тот еще фэн. Да, ну ладно, вообще... Все бывает на флажке. Красава Таскач, да, специально подгонял под нужный результат. Но, тем не менее, вот, как мне кажется, матч разделился на две части. В первой части действительно была равная борьба. То есть, понятно, что ты преуспевал больше в одном, Владик в другом. Но, тем не менее, счет был 3-3, а потом произошел какой-то коллапс. Как думаешь, с чем связано? Да, мне кажется, просто более объективный результат был во второй части матча. То есть, в первой мне еще как-то где-то везло, а во второй уже все по скиллу. Ну, понятно, что я больше выезжал на том, что обычно по времени вел, где-то, может, в цитноте там на каких-то зевках ловил. А так по игре тут, в общем-то, без шансов, как и ожидалось. Ну, а вообще, как ты оценил саму шахматную зону, новую зону Нортала? Вообще, приятно ли было играть? Или, может быть, ты столкнулся с кем-то непривычно? Может быть, из-за этого ты там флаг уронял? Вот я действительно из-за этого уронил флаг в первой партии. Но это не имеет значения, потому что там все равно позиция безнадежная. У меня не всегда получалось двумя швачками передвигать. То есть иногда там как-то подключивает. Поэтому я перешел на перетаскивание фигуры. Но зато здесь есть примув, и это для меня очень хорошо, потому что без примува мне обычно совсем больно играть. Ну, у меня много лучше получается, когда есть примув. Ну, хорошо. А вообще, в целом, подобный, может быть, не знаю, не опыт. Вот если бы еще в будущем проходил бы подобный матч, ты бы принял участие, вообще с каким шматистом тебе было бы сыграть, не только, может быть, там, русскоязычным, но вообще в целом. Какие шматисты тебя в плане интернет-битса привлекают как соперники по матчу? Важное уточнение, с каким контролем? Да, с каким контролем, конечно, тоже. Немало вышло. Контроль. Ну, если вы не хотите, чтобы сбивались флаги, поладей и прочее, тогда лучше с добавлением. Там вот где-то 3 плюс 2 или 3 плюс 1 оптимально. Вот, а если это устраивает, тогда можно и без добавления. Соперники. Ну, я, в принципе, со всеми сильными соперниками готов играть. Если еще будут такие матчи, пожалуйста, зовите. Но, если говорить о самых предпочитаемых, то, пожалуй, это будет Накамура Карлсон, возможно, Грещук. В общем, дело за малым. Говорит Накамура Карлсон. Я думаю, что с Магнусом мы прямо сейчас начнем переговоры. Ну, если будет какой-то шанс, я обязательно напишу. Станислав, еще вопрос к тебе поступил от наших слушателей. Вообще, пожалуйста, к чем ты можешь объяснить некоторые тропические дефки? И еще такой вопрос к тебе следом. Ну, вот на Чизкоме сейчас идет лисбитва с Карлсом, Грещуком и многими другими топовыми игроками. И также был отбор, который выиграл играм Петросян. Участвовал ты в этом отборе? И вообще, как часто ты играешь на других интернет-ресурсах? Я не знаю. У меня нет на Чизкоме. Я вообще в интернете играю разве что на планете. И очень редко захожу просто на планету. В основном, там, лиги, которые пострадают. Да и то, я не всегда. Поэтому я без практики, без ничего. И вообще интернет-шахматы – это абсолютно не моя сильная сторона. Собственно, поэтому и зевки, и прочее. Опять же, в реале могу играть значительно лучше. Особенно, если в форме. Разница ощутима. Да, в принципе, на Ютубе лежит много видео с твоей игрой. И я могу подтвердить, что уровень несколько другой. Тут есть несколько вопросов от наших зрителей, если не сложно. Да, без проблем, конечно. Так, ну вот, один из наших зрителей спрашивает, почему не смог собраться и переломить матч, ведь две подряд отыграл. Но на этот вопрос я, в принципе, уже задавал. Я так понимаю, новых соображений нет. Вот еще от одного зрителя вопрос. Как настроиться на игру в живом Бликсе? Очень было бы интересно узнать от игроков мирового уровня. Да, мне кажется, никак. С одной стороны, можно, например, какую-нибудь музыку, которую вам нравится послушать перед Близ-турниром. С другой стороны, может быть, наоборот, от этого только хуже будет. Ну, в общем, как кому. Я лично ничего не делаю. Просто прихожу и играю. Смешный вопрос. От меня слушаешь ли ты музыку во время, собственно говоря, игры в Бликсе? Помогает или мешает? Сегодня я не слушал, потому что я стрим сегодня слушал. Довольно интересно было, как вы говорите. Ну, я, правда, может быть, немножко читерил, то есть подсказки, может быть, какие-то слушал. Значит, вот это истинная причина, да, такого из-за пятого матча. Я прошу меня за это строго не доказывать. А так, да, вполне бывает, что я слушаю музыку во время игры. Стас, еще напоследок, я думаю, последний тебе такой вопрос будет, когда же ты наконец-то станешь кросс-мейстером? Я думаю, это и актуально, и для всех слушателей, и для себя, и для нас. Почему ты имеешь такой высокий рейтинг? Не только там в Близз и в Рапид. Если в турмах, это как-то не оформлено выкидание к норму. Я выполнил уже все нормы. Последняя норма была во Вьетнаме, в Хадай Банк Опене. И осталось только дождаться присвоения, но оно будет еще не скоро. То есть это где-то конец этого года и даже начало следующего, когда будет ближайший конгресс. А вообще для меня это скорее немножко печальный момент. Ну, понятно, что кросс-мейстерам быть выгоднее, касательно участия в многих турнирах. Но из, наверное, самого рейтингового мастера я превращаюсь в ничем не примечательного кросс-мейстера, где, в общем-то, ничего особенного. Это печально. Ну, я думаю, у тебя еще все впереди. Спасибо большое, Эстас, за то, что был с нами, что сыграл этот матч. Надеюсь, что если будут у нас еще какие-то мероприятия, ты обязательно привычник участка. И, конечно же, большого тебе творчества и успеха. Будем внимательно следить за всеми твоими турнирами, за всеми твоими соревнованиями. И было очень приятно, что ты посетил нас, сыграл интересный матч. И в целом оставил очень приятное впечатление у себя как игроке и как человеку. Поэтому мы, наверное, сейчас закончим. И увидим в эфир. Влада. Еще раз спасибо и поздравляем, конечно, с выполнением. Я думаю, что выполнять все-таки сложнее, чем дождаться присвоения. Спасибо вам также за интересный стрим. И, опять-таки, если будут еще какие-то приложения поиграть матчи с сильными игроками, всегда готов, в принципе. Один из зрителей спрашивает, будет ли проводиться матч со мной, но я думаю, что я не подхожу под определение сильного игрока, поэтому... Я думаю, мы обязательно что-нибудь придумаем. И такие моменты, где Никита сможет принять участие в интересном матче, у нас определенно есть. Ну и давай, мы вводим Владислав в эфир. Продолжение следует...